Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, а у нас с вами сегодня очередной обзор. Очередной обзор на Жубревых и очередной обзор на канал семьи Тарантиных. Начнем с Жубревых. У Жубревых изменения. Но, вы знаете, друзья мои, изменения не те, которых так ждали от них зрители, да. Когда зрители Ире писали и говорили о том, Ира, займись, пожалуйста, в конце концов уже не только собой, не только своей, так скажем, внешностью, не только ногтями, не только бровями, не только своими волосами, да, своим, так скажем, прикидом и своим золотишком. Нет, Иришка, займись, в конце концов, своими детьми. У них у тебя аж четверо человек, да. Но Ира восприняла это все вообще в полном смысле слова буквально или абсолютно все равно. Да, Ира решила заняться, но как-то немножко, знаете, все не так и не эдак. Ну, какие же изменения произошли у наших Жубревых? А именно, Сашке мелкой сахарку покрасили пряди волос, да, представьте, друзья мои, и это 6 лет. Ну, я понимаю, если бы, знаете, была бы действительно там какая-то необходимость, если бы она там где-то выступала, да, если бы она там где-то, где-нибудь чем-нибудь занималась, там, какими-то танцами или еще что-то, это было бы просто необходимо. Ну, нет, просто так от нечего делать. Ну, а семи, а семи вообще пошли дальше, как говорится, и засунули в ухо сережку. Ну, как вам, друзья мои? Если честно, я понимаю недовольство зрителей, я понимаю, почему зрители стали им писать, писать о том, что вы что, совсем уже там, ну, как говорится, с катушек съехали, чем вы вообще занимаетесь? Вы знаете, здесь вот на самом деле, помимо того, что мне стало смешно, глядя на все на это, я вот честно, знаете, чего не могу понять, не могу понять одной вещи. Почему Ира, вот это явно была ее игра на камеру, вспомните, перед Новым годом, когда Иришка сама побежала делать себе в очередной раз ногти, с которыми она, кстати, потом проходила 2,5 месяца, слава богу, да, сняла их, вот. Так вот, почему Ира в тот момент, играя на камеру, говорила, ой, Соня просит ногти, тоже ногти на Новый год, ну, типа разово, да, подарить ей просто вот на Новый год, мол, похода, да, сделать себе ногти. Вот я не знаю, как-то, в принципе, слишком рано. То есть, друзья мои, Соне, которой в сентябре месяца, да, исполнилось 14 лет, то есть, по сути, в 14,5 лет ногти Соне делать очень рано. А вот Семе сережку в ухо вставлять, друзья мои, поправьте меня, если что, все время путаю, зная, сколько в 7 лет, вот Семе постоянно путаю. Ему то ли 9, да, по-моему, вроде 8 или 9, 9, по-моему, да, наверное, точно 9. А вот Семе в 9 лет прокалывать уши, да, и вставлять сережку мальчишке в 9-летнем возрасте, это в самый раз. Ну, или Сашке сахарку красить пряди, да, для чего-то в 6 лет просто, наверное, жизненно необходимо. Вы что-нибудь понимаете? Я, если честно, нет. Как говорится, что к чему, печенье к лыжам, вообще мне все это непонятно, да. Ну, в общем, Сане, как говорится, взятки гладкие, да, я еще его могу понять. Иру я вообще не понимаю, то есть, она ведет себя, как будто она там не мать этим детям, да, а просто сбоку припеку. Причем, вы знаете, ни за что не поверишь, что Семен вот не спал, не ел, а мечтал. Мечтал о том, чтобы ему прокололи ухо, и чтобы вот вставить ему в 9-летнем возрасте вот эту вот самую сережку. Либо, я так понимаю, что его просто Саня к этому подвел, мол, да, давай, пацан, круто, и тебе, мол, сделаем то же самое. Либо, знаете, Сема, который пытается полностью копировать, как самого Саню. Так и его поведение. Пытается, да, ну, пытается он заслужить, так скажем, папкино внимание. Понятно, что, да, Саня ему не отец, он его называет папой, но при всем при этом, конечно, вот эта вот разница между отношением Сашки к родным дочкам, к общим дочкам в этой семье, и к детям Иры от первого и от второго брака, она, конечно же, видна не вооруженным, как говорится, взглядом, да. И поэтому Сема пытается быть ближе к Сане, пытается копировать его абсолютно во всем, и одеваться так же, да, и выглядеть так же. Ну, вот, начал он, типа, с сережки. Вот, знаете, а я думаю, не слишком ли это, друзья мои, рано? Я могу понять, когда дети делают это, там, допустим, 14-15 лет, да, ну, уже о них можно сказать, что они уже действительно подростки. Блин, ну, тут пацану реально 9 лет. А что будет дальше? Вот, я просто представила, ведь мы все прекрасно знаем, да, что у Сани огромное количество татух. Так что, Семи начнут уже с лета бить татухи по всему телу. Ну, и знаем то, что Сани был и на малолетке, и так далее. Понятно, как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Но, вы знаете, мне кажется, что есть какие-то вещи, которые, вот, можно было действительно копировать, вот, что-то хорошее, да, вот, если вот, я вот просто подумала, а что же в Сане хорошего? Ну, не знаю, вот, что-нибудь. Может быть, легкость в общении или еще что-то, но не такие вещи. Я считаю, что это очень и очень рано. И, возможно, Саня сам подвел Сему к тому, чтобы вот ставить вот эту сережку в ухо, да, но при всем при этом, что скажут, опять же, его одноклассники? Не думаю, что всем это очень и очень понравится, потому что Сема сам не понимает значения вообще многих вот этих вот вещей, да, и, кстати, вот, что далеко ходить? Почему-то у Вани, которому 19 лет, у Саниного сына от первого брака, у него нет никаких сережек в ушах? Нет, потому что у него нормальная мать, которая, как говорится, следила за ним, да, но о Ире все равно. И вот вместо того, чтобы действительно заниматься детьми, Ир, когда мы говорили о том, что заниматься, мы имели в виду, чтобы ты обратилась к логопеду с младшими дочками, одной из которых 4 года, другой осенью будет 7 лет, и ей идти в школу, а там, как говорится, и конь не валялся. Нанять Соне-репетитора, потому что учится она плохо, да, а ей поступать, а вы просто плюнули на своих детей, и вообще их это не волнует. Вы знаете, я вообще вот смотрю на Иру, если честно, я в последнее время очень и очень в ней разочаровалась. Правда, я разочаровалась в ней еще несколько месяцев назад, но я была раньше о ней лучшего мнения. Я думала, что это Саня тянет ее вниз и так далее и тому подобное, но сейчас я могу точно сказать, что вот лично для меня, опять же, это мое мнение, вот знаете, у Иры как-то вот она какая-то вообще недалекая, действительно. Знаете, у нее какие-то низменные желания и эмоции. Вот ей лишь бы просто пожрать и получить вот какие-то вот эти побрякушки, цацки, вот эти вот какие-то игрушки. А что, а что ты мне подаришь? А вот я хочу подарок за 20 тысяч на 8 марта. И плевать, как я уже говорила, что ни ремонта нифига нет, что у детей вещей нет, верхней одежды, да. У Семы одна единственная куртка, никогда не забуду, как осенью он пришел весь мокрый, сушил феном куртку, потому что второй куртки на смену у него нет. Вы можете себе представить? Если честно, нет. Вот вместо того, чтобы вставлять Семе серьги в уши, лучше бы купила Семе куртку. Да, было бы, как говорится, но все-таки выглядела бы как настоящая мать. Но нет, видимо, Ира забывает о том, что она мама четверых детей, что с детьми надо действительно заниматься. И как-то все она вот пустила на самотек. И все это видно прямо невооруженным взглядом, да. Ну да ладно, а далее у нас Тарантина. Вы знаете, у Тарантинах вообще. В общем, если вот я делаю обзоры каждый день на Колесниковых, и я смотрю, насколько Лешка там прямо, знаете, бьется за каждую копейку, я говорю, готов вот своих детей кормить маргарином вместо сливочного масла, то Настя, это вообще тут еще кадр. У Насти день прошел зря, если она не сбегала в магазин. Я так понимаю, счастье Насти, когда у нее есть деньги. Да. Когда она, видимо, получает зарплату с Ютуба там или еще там детский и так далее и тому подобное, Настя начинает носиться просто как угорелая. И вот она выкладывает свой ролик и говорит, чем же мы занимались, мол, три дня, что типа я не снимала. И вот в этом ролике она показывает одни сплошные, вот они бегут по этой своей тропинке, да, потому что у них ничего не расчищено, благо тропинка есть, не приходится им, знаете, как Ломоносову идти, да, по этим. Вот. И вот они идут по этой тропинке, приходят обратно домой, и Настя показывает каждый раз одно и то же. Обзор, обзор своих покупок. Вот я одно купила, вот я другое купила. Теперь, я так поняла, она решила больше не запариваться по поводу готовки. Сказала, все, у них в доме будет исключительно ленивое. То есть были ленивые глупцы, были ленивые вареники, теперь у них ленивые пирожки. В общем, это те же самые оладушки, которые она сказала, да, вот, ну, на самом деле, говорит, они не ленивые, их жарить очень тяжело, мол, столько много надо всего нажарить. И говорит, сейчас я вам покажу вот эти вот ленивые пирожки в разрыве. Друзья мои, не в разрезе, а в разрыве, да. Ну, и прям тудым-сюдым показала нам их в разрыве. Ну, в общем, показала и Феликса, да, покупила ему там тоже всякие лакомства и так далее, и тому подобное. Все у нее замечательно, все у нее хорошо, настроение замечательное. Тут же показывает, накупила целую гору макарон, говорит, да, наварили макарон, в общем, обжарили эту колбасу, засунули туда сыр в эти макароны. Все это она размешала, честно, чисто визуально получилась какая-то бурда. Ну, выглядело это все месиво как-то, мягко скажем, вообще совсем не аппетитно. Ну, я, вы знаете, могу все понять, что в большой семье, да и вообще в любой семье, устаешь, наверное, от каждодневной готовки, но как-то все равно еда вроде как должна выглядеть аппетитно, чтобы ее хотелось съесть. А когда она все это дело вывалила на тарелки, как-то со стороны это выглядело вот действительно бурда-бурдой, самое настоящее, да. Ну, она купила там кучу лакомств, кучу всяких там сладостей всего на свете, в общем, да, все время говорит, дети мои, дети мои, дети все это любят. Ну, и меня, знаете, что удивил поход с дочкой в больницу. Вот она пошла с Машей в больницу, причем снимает она из больницы, как Настя там, ой, Настя, да, Настя снимает, Маша сидит, и Настя говорит, вы знаете, на улице такой дубак, при этом она говорит, Маша так плохо оделась, так легко оделась, она сидит, говорит, ее даже от холода трясет в больнице. Вы можете себе представить? Я, если честно, нет. Как вообще можно спокойно выйти на улицу с ребенком, зная, что вам куда-то ехать, или ребенок твой одет очень и очень легко, да, то есть ты оделась тепло, это вот мне напомнило Колесниковых, да, а ребенок у тебя одет черти как. Ну и при всем при этом, в общем, весь конец ролика никак бедная не могла запомнить чушь, они вообще пришли в больницу, какие они анализы сдают, в общем, ну, вы знаете, со стороны, да, вот я смотрю, вижу, что она все покупает, как-то вроде как старается, да, ей денег не жалко, ну, не жмот она, да, как те же Колесникова, но с другой стороны, такая у них большая семья, так много чего надо в первую очередь, и хорошее, конечно же, благоустроенное жилье, она столько именно хрени покупает, без которой можно спокойно обойтись и хоть что-то подкопить, да, может быть, что-то дельного купить в дом, но нет, все это тратится, тратится, тратится на одни сплошные вот эти вот бесконечные походы по магазинам. В общем, знаете, друзья мои, у каждого счастье в чем-то своем. Ну, вот почему-то сегодня, обозревая Тарантиных и Жубревых, да, я прихожу к выводу, что если у нас Иришка для нее счастье в том, чтобы вкусно поесть и нацепить на себя как можно больше всевозможных украшений, не думая о том, что твоим детям нужны там логопеды, нужны репетиторы, просто необходимы, да, то вот у Насти счастье, когда у нее есть деньги и в походах по магазинам, в общем, а все остальное, в принципе, может подождать, да, как-то так, друзья мои. Вот такой у меня сегодня получился обзор, естественно, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего настроения, настроение действительно хорошее, потому что началась весна, да, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, конечно же, всем спасибо, кто смотрит, спасибо за комменты, спасибо за лайки, все, всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok